МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще раз всем доброе утро. Время новостей в программе Легко. Кричащие рекламе скажут нет. Созданная в регионе рабочая группа проверяет, как не прячут ли баннеры, вековые строения, не скрыли ли исторический облик городов. В Малый Рославец вместе с комиссией отправился Андрей Хорошавин. Вы живете в этом городе, но не надо вот это. Это все реклама. Идите в суд и судитесь с ними. Этого быть не должно. На тропу войны вышли против рекламы. Незаконные баннеры, как утверждают, уничтожили в регионе. Теперь новая цель – освободить города от пестрящих повсюду вывесок. На них допустимы лишь название учреждения и режим работы. Все иное – запрещенная реклама. Да и в целом завлекающие штендеры не должны портить исторический облик. Даже если прикрываются благой целью. Аргумент, что эти конструкции закрывают полуразрушенные здания, это совершенно неправильно. Мы не возражаем разместить здесь социальную рекламу. Малорославству 612 лет не так мелко написать. Написать гораздо крупнее. Сделать панно красивое. Разместить – это тоже закроет. Вопросов нет. Снесете здание – площадь по-другому будет. Убрать такие конструкции порой дело проблемное. Ведь все требования формально исполняются. Данная конструкция, она была в некотором роде спорна. Соответствует она требованиям гостам или нет. В итоге собственники рекламы конструкции выиграли данный суд. Сейчас готовятся иски по тем случаям, где нет никаких лазеек, никаких спорных моментов. Но даже если суд выигран, реклама не всегда спешит исчезать с улиц. Случается, владельцы намеренно затягивают исполнение предписаний. Правда, в этом случае собственнику может грозить не только штраф, но и уголовное дело. Зарегистрировал рапорт. Вот только после регистрации рапорта и проведения проверки, например, наличия действий в его признаках состава преступления, какая-то инициатива появилась со стороны указанного должника. И как он обязался, до конца сентября работа будет проведена. Между тем, параллельно проводится проверка. Между тем, битва с засилием рекламных конструкций продолжается. Специалисты утверждают, что хуже всего обстановка в Медыне. Правда, есть и на кого равняться. Улицы Масальска от завлекающих плакатов уже зачищены. Андрей Хорошаин, Леон Ким, Дмитрий Куницын, Игорь Маслов, телекомпания НИК ТВ, Малая Рославецкий район. Калужан просит сообщать о неправильной парковке. На сайте областного УМВД действует раздел «Прием обращений». Там любой калужанин сможет оставить информацию о различных нарушениях, в частности, неправильно припаркованных автомобилях. К жалобе можно приложить файл с фотографией нарушения. Все обращения проверят, после чего будут приняты меры. И на этом все. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. А пока продолжим эфир программы «Легко». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова